Агрессия, озлобленность и вот пропаганда того, что мы великая нация, сверх расы даже, можно так сказать, себя позиционировали. Укрмен. Супергерой в желтоплотитном плаще борется со злодеем. Красочный комикс в стиле фэнтези. Издательство, иначе кажется и быть, не могло находится на проспекте Степана Бандеры в Киеве. А это другие фантазии украинских авторов, но уже на приземленные темы. Киборги, украинские военные. Учитель истории из Мариуполя Ольга Еринская листает те самые современные украинские комиксы для детей и подростков. Киборги это великие воины украинской армии, которые не погибают на поле боя, которые убивают русских солдат. С кем борются? Тоже, как и Укрмен, со злодеями, на одежде которых российские триколоры и флаг ДНР на автомобиле. На руке татуировка. Зло. Просто, прямолинейно, чтобы дети не перепутали и запомнили. Год издания комикса 2018. Вы знаете, результаты были. Результаты были. Сознание детей. Дети воспринимали все и потом подавали, что Россия это плохая страна, Россия это агрессор. Сразу видно орки, где стоит, там сметякида. Орки представляются, как русская армия. Безграмотная, глупая, озлобленная. Переписывалась история, вспоминает учитель. Русская литература урезалась. Неудобные произведения запрещались. Пушкин, Толстой, Достоевский, Гоголь. Не все, конечно, выборочно. Поднимите мне веки, пропаночку можно. Хотя задуматься о современной Украине в параллели те еще. Гоголь, например, Тарас Бульба, он же был запрещен у нас на Украине. Потому что там прославляется Русь, потому что там имеет место, ну, как Русь, как русский народ. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в русской земле, не было таких товарищей. Нет, братцы, так любить, как русская душа. Любить не то, чтобы умом или чем-то другим, а всем, чем дал Бог, что не есть в тебе, а? Сказал Тарас и махнул рукой, и потряс седою головой, и усом моргнул, и сказал. Нет, так любить никто не может. По сути, замена Гоголя с неправильными русскими современными правильными комиксами со злыми россиянами это и есть информационная политика Украины, на которую в последние годы выделяются огромные деньги. Работа сразу по нескольким направлениям. Антироссийская пропаганда, даже литература, брошюры, защита информации, СМИ, социальные сети. Этим занимается уже СБУ, где пять лет назад, к слову, резко было увеличено финансирование. С 2017-го пошли на статью «Особые расходы», там как-то скачок пошел, увеличились. Именно, скорее всего, связано с агентурой. Это финансирование на агентурную деятельность? Да, это агенты, которыми работают наши сотрудники, которые дают информацию необходимую с той стороны. То есть в России, да? Ну, в России, ДНР. И Штат их был увеличен. Это бывшее здание СБУ в Мариуполе. В России Ольга Джимбри дослужилась до подполковника СБУ. В 2014-м, когда управление из Донецка перевели в Мариуполь, тоже переехала. Уволилась через пять лет с должности замначальника финансового отдела. Рядом кабинет, где как раз занимались той самой агентурной сетью. Документы, пустые бланки, заполненные журналы, кандидаты в агенты и их кураторы. Но элитным, говорит, считался другой отдел. У нас очень сильно хорошо выделялся отдел по борьбе с информационной безопасностью. Вот там вот у нас вообще сидели мальчики, которые занимались именно только информацией. И на этот отдел выделялись вообще отдельные деньги шли. И намного больше даже, чем на контрразведку. После освобождения Мариуполя экс-сотрудницы СБУ вернулись в Донецк. Это вспоминают было непросто. Ну, я беспокоилась. Все-таки подполковник, все-таки с такой спецслужбы. Какое будут отношения там. Очень переживала, очень волновалась. Но, слава богу, что нас поняли, нас приняли. И слава богу, что нам даже помогают. Поэтому надеемся, что дальше жизнь наша наладится. Так же, как и жизнь в самом Мариуполе, где школьники уже получают аттестаты Донецкой Народной Республики. Учителя говорят, успели за месяц-полтора кое-что подтянуть по истории, конечно, русской классике. Того же Тарасу Бульбу Гоголя. Ну что, помогли тебе твои ляхи. Такого в украинских комиксах точно не нарисуют. Хотя, картинки могли бы быть наглядными.